Даже сложно сказать, сколько изобретателей проходили между этими стеллажами. Уже больше 20 лет фонды патентно-технической информации открыты для специалистов завода «Прогресс». Сегодня двое из них в гостях у библиотеки. О том, как рождаются новаторские идеи, рассказывают сами изобретатели. Это замглавного конструктора РКЦ «Прогресс», автор научных статей Михаил Макарьянс и разработчик новой техники, ведущий инженер предприятия Виктор Фомакин. На счету каждого из них десятки патентов. Большинство, к тому же, секретные. А глазки подлежат лишь в общих словах. Как и та, еще советская разработка, за которую Михаил Макарьянс получил звание «Заслуженный конструктор». Было робототехническое устройство разработано, потому что он не пилотируемый был, этот космический аппарат. Для работы с полезным грузом там была сделана вот эта такая механическая, скажем, рука, которая делала все без человека автоматически. Опытные специалисты уверены, время изобретателей-одиночек прошло. Современные разработки – дело целого научного коллектива. И попасть в такую творческую команду – счастье для молодого инженера. Встреча с изобретателями прошла в рамках выставки от Самары-Купеческой до Самары-Космической. На ней представлены разработки горожан разных веков. Красной нитью проходит мотив – новаторство у самарцев в крови. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.